Была отличная погода. Я собиралась ловить бабочек. Да шучу. Я собиралась этой штукой прибить младшую сестру. Ко мне подошла мама и сказала, что математичка заболела. А значит, она не может быть моим репетитором на лето. Поэтому мама наняла нового. Зашла женщина. Мама направила на неё пульт. Женщина закрутила головой. Мама сказала, что из-за коронавируса опасно нанимать незнакомого человека. Поэтому она решила нанять робота. Но я зря боялась. Робот-учитель это была просто сказка. Можно было спокойно разговаривать по телефону, спокойно жрать на занятиях. Иногда у него была перегрузка системы. Тогда он творил странные вещи. Но всё изменилось, когда его заметила бабуля. Она подождала, когда он выйдет. Я била робота святой водой. Ситуация. Так себе. Наверняка вы заметили, что мы не у себя в квартире. Всё лето мы будем жить в деревне. Так решили родители. Точнее мама. Отцу в принципе пофиг. Главное, чтобы ловила связь. С нами решил познакомиться сосед. Я на улице танцевала новый тренд. На песню Максим. Он решил меня не беспокоить. И зашёл домой к родителям. Но дома мама тоже танцевала этот тренд. Отец сидел в наушниках. В них тоже играла эта музыка. Сосед решил уйти. Я сидела на лавочке. И вдруг услышала странные звуки. Кажется, шум доносился от соседей. С отцом твоим мы знакомы были давно. Он часто к нам приходил. Ну построили глазки, подружили маленько. Он был симпатичным мужчиной. Мой отец? Да при чём был отец? Физрук был симпатичный мужчина. Ну так вот, однажды я проснулась в 7 утра. Поняла, что хочу пить. Пить подсолнечное масло. И нюхать хвост кота. Мама спросила, всё норм? Я сказала, конечно. Резко затошнила. Наверное, от того, что прошла математичка. Вечером была температура 37. Я плакала. Плакала, узнав, что муравьи живут всего 20 дней. Утром болел живот. Но понюхав порошка, меня отпустила. Наверное, надо к врачу. Подумала мама. Не надо было жрать землю. Подумала я. Ну а что было потом, мама? Выяснилось, что ты была беременна мной? Это лето было самым крутым. Я вдыхала запах моря. Много времени проводила на улице. А ещё накопила 5000. Накопила, не устраиваясь на работу. Просто я придумала хитрый план. Как получить деньги от родаков на карманные расходы. Я сказала маме, что хочу всё лето заниматься английским языком. Мама давала деньги. А я на самом деле отсижилась на летней кухне. Туда никто не заходил. Хотя, один разок зашёл отец. Пришлось давать ему часть денег за молчание. Но однажды всё изменилось. Маме позвонила какая-то знакомая с Америки. Мама решила выпендриться перед ней. Попросила меня прочитать какой-нибудь стих ей на английском. Я прошла. Это был день, когда я убивала мух. Точнее, мне сказали убить мух. Пока что я их просто смешила. Вообще, сегодня делаю всё, что просит мама. Ведь сегодня у меня свидание с Майклом. Это какой-то англичанин. Мы с ним познакомились в интернете. Но как назло, мама ничего не просила. Может пропылесосить? Но мама выкинула все дорожки и ковры. Но полы я мыть точно не буду. Мама сказала помыть полы. Я сказала, я как раз собиралась это сделать. Вдруг мне позвонила англичанка. Она напомнила, что сегодня вечером у нас занятие. Я сказала, что я приболела. И она может не приходить. Мама разрешила идти к... Это был обычный день. День, когда мама всё бесила. То я плохо помола крыльцо. Поела, оставила одни крошки. А ещё она говорила, что кроме интернета мне ничего не интересует. Мама сказала, посмотри на себя. Ты же не можешь стоять, постоянно дёргаешься. Отец тоже сказал, что я веду себя не по-мужски. Когда же он уже запомнит, что у него дочь? Надоели. Вышла на улицу. Упала. Очнулась. Это вообще что за дом? И где наш? Услышала какие-то звуки. Заглянула в окно. Увидела каких-то людей. Они мне кого-то напоминали. Да это же была я и Лиска. Только мы были очень старыми. Её бокал, полон и псов. Она скрывает своё лицо. Ситуация. Так себе. Это был урок математики. А точнее была контрольная, которая как обычная не была готова. Это провал. Дома я ждала момента, когда мама заглянет в электронный дневник и начнёт орать. Вдруг мне позвонила математичка. Она сказала, что потеряла мою тетрадку. И если я хочу, я могу прийти и поискать её сама. Но у меня родился план получше. Я попросила Ванечку, чтобы он решил тебе задачи с учебника для контрольной. Пришла в школу и пока математичка отвернулась, подложила тетрадь Ванечке. Дала математичке. Она очень удивилась. Начала проверять. Но вдруг математичка заорала, что это не смешно, и кинула тетрадку мне в лицо. Я вернулась домой. Ничего, это сумасшедшая я орала. Открыла. Всё оформлено. Всё решено. И вдруг я увидела надпись. С любовью от Ванечки. Ситуация. Так себе.